Здравствуйте! В эфире программа события в студии Ларисы Шалафаст. Все самые интересные события прошедшей недели в нашем выпуске. Космодром «Восточный» готов к первому запуску ракеты-носителя. «Союз-2А1А» производство Самарского прогресса выведет на орбиту несколько спутников. Во время визита на стройку века заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин провел заседание Наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета. За последний год СГАУ поднялся в рейтинге вузов. И сейчас университет – главная кузница кадров для космодрома «Восточный». Подробности в нашем репортаже. Еще немного и ракеты-носитель «Союз-2А1А» отправится в космос. На главной стройке века в космодроме «Восточный» завершается подготовка к первому старту. «Союз», изготовленный на РКЦ «Прогресс», выведет на орбиту три спутника, один из которых АЭС-2Д создан учеными СГАУ и специалистами РКЦ «Прогресс». Именно в Самаре изготовлена большая часть космических аппаратов, которые будут также запускаться во время первого пуска. Ракеты, как вы видите, уже находятся на стартовом комплексе, на огневом кольце. Она проходит, как бы иногда шутим, генеральную примерку. Мы видели в цехах, в огромных цехах, в огромных просто, где предстартовые, скажем, работы ведутся и с ракет-носителями, и с спутниками. Там есть специальные помещения самарские, куда приходят наши аппараты. Мы видим, уже стоит наша ракета установлена. К аппаратам нашим никаких вопросов тоже нет. Полная готовность. Во время визита на космодром «Восточный» заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин провел заседание наблюдательного совета Самарского государственного аэрокосмического университета. Вице-премьер особо отметил, сейчас каждый четвертый выпускник в стране выбирает дополнительный экзамен по физике. Это наилучший показатель возросшего интереса к космонавтике и авиации. В этом году СГАУ сделал большой качественный рывок и поднялся в рейтинге вузов на ступень выше. Сейчас перед университетом стоит задача готовить специалистов мирового уровня для космической отрасли. Несколько сотен студентов здесь будет, и я думаю, что будет неплохо, если будут тоже здесь ваши ребята. Потому что есть на что посмотреть, строится город. Хотелось бы, чтобы «Восточный» стал студенческой меккой, особенно для тех студентов, которые действительно видели для себя перспективу работы в рамках ракетокосмической промышленности. Участники совета одобрили четыре стратегических направления, которые выбрал для себя Самарский университет. Аэрокосмическая техника и технологии, двигателестроение, обработка информации и фотоника. А также направление, связанное с присоединением САМГУ и ориентацией его естественно-научных направлений на аэрокосмическую сферу. Определены конкретные, будем говорить, проекты, которые это помогут сделать. Это создание новых материалов, это биотехнические и биомедицинские системы, о которых говорил Рогозин, которые не только в космосе нужны, но и которые можно в космосе получать, в частности, новые лекарства, новые какие-то инструменты и технологии. По завершению испытаний Роскосмос объявит обратный отчет до пуска ракеты-носителя. Дату определит Госкомиссия по летным испытаниям. До конца этого года на Восточном планируют завершить строительство первой очереди. Второй этап рассчитан до 2021 года. За это время планируется подготовить мощный стартовый комплекс под ракету «Ангара». К 2023 году должна быть полная готовность к первому пуску экипажа. Лариса Шлафаст, События. Практическая химия. Самарские ученые создали крупнейшую в мире базу данных веществ, необходимых промышленности и быту. Теперь легким движением компьютерной мышки о координационных полимерах, так называются соединения, можно узнать все. О значимом исследовании самарских химиков репортаж Алины Чемерес. Я выделил один из атомов и попробую воспроизвести связи, которыми связываются атомы. Я увижу, каким образом структура построена. Благодаря пористой структуре из этого вещества можно делать фильтры для очистки воды. Вредные соли оседают на нем и не могут пройти сквозь так называемую решетку. Химические соединения со сложным названием координационные полимеры в жизни используются часто. Из них делают детали электронных устройств в контейнеры для перевозки газов. Это соединение алюминия. Образно говоря, оно умеет дышать. Если в это пространство между атомами попадает газ, то вещество как бы расширяется. В быту его можно использовать как газоанализатор, к примеру, для определения в помещении наличия природного газа или угарного. В Самарском университете разработали базу данных, в которой можно посмотреть о нем буквально все. К примеру, даже год, когда было синтезировано вещество и все его структурные физические свойства. Созданием полной базы данных таких веществ занимается молодой ученый Евгений Александров. За основу взял сведения из Кембриджского университета. Всего в перечне около 70 тысяч различных соединений, но комплексно их еще нигде не изучали. На свои исследования Евгений на два года получил грант суммой в 900 тысяч рублей. Аналоги, скажем так, они были сильно урезаны, они сильно ограничены в применении. У нас есть значительное преимущество, которое как раз и стоит в разрабатываемых нами методах. Мы можем практически бесконечно расширять эту базу данных, развивать ее и добавлять все новые и новые свойства. В том числе мы можем эти свойства рассчитывать и предсказывать. Каждые 4-5 лет количество координационных полимеров увеличивается примерно вдвое. Пополнять базу данных, уверен Евгений, можно бесконечно. Ученый говорит, обширные знания об этих соединениях помогут разрабатывать так называемый дизайн химических веществ. То есть специально наделять конкретные соединения нужными свойствами. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. ЧП районного масштаба. Жители 20-го дома по улице Аврора экстренно эвакуировали самарские спасатели. Около фундамента здания в земле образовалась трещина. По экспертным оценкам глубиной 15 метров. Судьбой двухэтажки 60-х годов постройки и ее жителей озаботился и Сергей Кизоркин. Семейство Терехиных срочно покидает свою квартиру. С собой забирают самое дорогое. Дочь Викторию, собаку, кошку и вещи первой необходимости. 20-му дому по улице Аврора уже 60 лет. Вплотную с фундаментом образовалась трещина в земле. По экспертным оценкам 15 метров глубиной. Александр рассказывает, все началось пару дней назад. У меня дочь первая заметила, она с работы позднее, заметила дырку маленькую. Я гулял утром с собакой тоже, она подходила, и корни висят, все. Потом у меня через два вышел гулять за метр четыре. По звонку сотрудники МЧС на место происшествия выехали незамедлительно. Аварийный дом отключили от электричества и газа. По прибытию оперативной группы было установлено наличие провала рядом с отмосткой дома. Провал площадью по поверхности 4 квадратных метра и в глубину до 15 метров. Можем предположить, что были пустоты, которые не учитывались даже при строительстве дома. То есть то, что мы наблюдали, возможная пустота, она на глубине свыше 10 метров. И судя по тем остаткам земли на корнях деревьев, на фундаменте, который оголился, все само происшествие произошло на глубине более 10 метров. Более точная оценка причин обвала грунта в районе 20-го дома по улице Аврора появится только после геологической экспертизы. Двухподъездный дом эвакуировали 12 семей, 27 человек. А власти железнодорожного района предложили людям временно разместиться в спортзале 18-й школы, обеспечили горячим питанием. Если дом признают непригодным для проживания, им предложат маневренный фонд. Сработали на то все есть, во взаимодействии с главным управлением МЧС по Самарской области отработали ситуацию. Отселили детей, эвакуировали семей, эвакуировали в школу. В школе организовали горячее питание. Следующий – организовали охрану, выставили охрану. В следующий момент в данной ситуации на 18 часов в зале администрации приняли семей, которые на сегодняшний день предложили им смотровые в маневренном жилищном фонде, либо в специализированном жилищном фонде. Мы наблюдаем, и потом будет комиссионно принято решение о заселении, либо не заселении семей обратно. Дом неаварийный, пятой категории, ветхий. Вопрос будет рассматриваться в апреле месяце. Ведомственная комиссия, межведомственная комиссия, о принятии его либо признание аварийным, либо ветхим, либо что-то иное, какое-то решение. Выселенные квартиры, опечатанные охраняются полицией. Ведется круглосуточное видеонаблюдение за состоянием аварийного дома. В настоящее время провал уже засыпан грунтом. Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События. Жители Куйбышевского района Самары передвигаются по собственному двору короткими перебежками, а с детьми предпочитают теперь гулять как можно дальше от дома. Месяц назад в некогда тихом районе прозвучали первые выстрелы. С тех пор каждое утро жители подсчитывают ущерб. Кто же этот неизвестный стрелок? В командировку в горячую точку отправилась Виктория Шаре. Эксклюзивные кадры. Этот перекресток в Куйбышевском районе Самары, пересечение улицы Калининградской и 40 лет пионерии, за последний месяц превратился в огневой рубеж. Люди вот этого дома боятся выходить на улицу, парковать свои машины и в последнее время даже опасаются за жизнь своих детей. На счету неизвестного стрелка шесть изуродованных автомобилей, повреждение окон в нескольких квартирах и даже покушение на жизнь женщины. Люди уверенно стреляют из дома напротив. Это подтверждает и траектория выстрелов. Светлана Сафина на работу теперь ходит пешком. Автомобиль с разбитым боковым стеклом дожидается ремонта на охраняемой парковке. Сработала сигнализация на моем автомобиле. Когда я вышла, на следующий день 11 числа, обнаружила поврежденное переднее левое стекло и лакокрасочный сбой на машине. Было заявлено в милицию. Через несколько дней мне выдали отказ в возбуждении уголовного дела. Вадим от действий злоумышленника пострадал вдвойне. Сначала ему разбили автомобильное стекло, шесть пуль всадили в боковые дверцы, а спустя несколько дней обстреляли окна квартиры. У меня, например, ущерб автомобиля составляет 58 тысяч. Справку я предоставил. А они взяли в дело 7 тысяч рублей только стоимость стекла. То есть ни лакокрасочное покрытие, ни работы туда не были взяты. И сумма маленькая получается. Никакого уголовного дела, ничего не будет там, производство идти никакого. Сквозь пулевые отверстия в окна смотрит на мир теперь и любовь Янаева. Поздно вечером она услышала какие-то странные звуки, а когда рассвело, обнаружила в окнах шесть следов от пуль. Что нам ждать? Может быть, от нас вообще пристрелят здесь? Я не знаю, что ждать. Вначале стреляли в машины, теперь в квартиры. Дальше что, в людей или как? Как нам жить? Я вообще не пойму. А дальше действительно в людей. Ирина Журавлева теперь возвращается из сада с ребенком новым маршрутом. Так дальше зато безопаснее. Чувствую, сначала одна пуль пролетела, но я думаю, может кто, мальчишки балуются с этими пульками. Потом вторая по куртке и по спине пролетела. И третья прямо вот передо мной. То есть я прямо ее настолько реально ощутила, думаю, еще бы секунды и точно попала бы в меня. Прям вот аж дрожь. Заявления жителей в полиции принимают, а через несколько дней неизменно отвечают отказом в возбуждении уголовных дел. Официальная версия – несущественный материальный ущерб. Однако эксперты усматривают состав преступления, предусмотренного статьей хулиганства. Виновнику может грозить до семи лет лишения свободы. Причины, конечно, есть для возбуждения, поскольку в данном случае причиняется вред не только материальный, но еще и моральный. Это тоже никуда. А второе здесь фактически идет к тому, что если человек будет стрелять безнаказанно, постоянно, он в итоге может попасть кому-то либо в власть, либо в висок, и кончится все это убийством, обыкновенно. Жители написали заявление в прокуратуру. Наша телекомпания также отправила официальный запрос в полицию. Как только нам удастся получить комментарий, мы вернемся к этой теме. Виктория Шарая, Константин Головин, Артем Сулайманов. События. Ломать не строить. На одном из самарских предприятий судебные приставы проводят демонтаж оборудования. Фирма по производству упаковочного материала взяла в лизинг дорогостоящие немецкие станки. Но из-за скачка на валютном рынке не смогла вовремя расплатиться. Впрочем, у предпринимателей иная версия событий. Они уверены, компания, которая занимается демонтажом, мягко говоря, некомпетентна. И после таких манипуляций оборудование может отправиться на свалку. Подробности в нашем следующем сюжете. Работа на предприятии по производству упаковочных материалов остановилась. Сюда нагрянули приставы, чтобы изъять оборудование. Эта компания работает в Самаре больше 20 лет. Производит пищевую и строительную упаковку. Сотрудничает с молокозаводами, птицефабриками и строительными компаниями. Чтобы повысить качество продукции, несколько лет назад взяли в лизинг станки немецкого производства. Это оборудование находится в лизинге уже три года. По словам руководства предприятия, 70% стоимости оборудования они выплатили. Из-за разницы курса доллара образовался долг. Владельцы станков решили не дожидаться, когда предприятие справится со своими финансовыми трудностями. В прошлом году состоялся суд, который решил, самарская компания должна вернуть оборудование. Мы не противоречим данному решению, не препятствуем его исполнению. Мы лишь требуем соблюдения закона при выполнении данных действий. Предпринимателей беспокоит одно. Компания, которая вместе с приставами пришла демонтировать оборудование, не предоставляет необходимую документацию и график выполнения работ. Вы можете мне ответить, вот у меня копия свидетельства СРО. Там отсутствует разрешение на проведение демонтажа оборудования. Каким образом эти люди будут работать на тяжелой технике и проводить демонтаж? Великолепным образом они будут работать. С огоньком они будут. Когда мы наблюдали, как производится демонтаж оборудования, мы увидели очень много нарушений. И по технике безопасности, и по электробезопасности, и по противопожарной безопасности. Мы занялись этим вопросом, изучили разрешительную документацию и выяснилось, что у сервисной компании отсутствует разрешение на проведение работ по демонтажу и монтажу оборудования химической отрасли и флексографского оборудования. За разъяснением ситуации мы обратились к судебным приставам. На наш запрос пришел ответ. Ведомство действовало в рамках законодательства. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на службу судебных приставов не возложена обязанность проверять наличие допусков для проведения демонтажных работ. Омбудсмен по правам предпринимателей Евгений Борисов считает, в этой ситуации необходимо найти разумный компромисс. Мы говорим о том, что давайте, коллеги, давайте судебный пристав, давайте осложим исполнение судебное на законном основании до решения суда. Давайте обговорим формат изъятия этого оборудования. Это нормальные цивилизованные вещи. Не надо после себя оставлять разгромленное предприятие с погугленным оборудованием, которое никому не нужно будет, кроме как по цене лома. Руководитель предприятия подал иск в суд о приостановлении исполнительного производства до устранения нарушений. Суд иск удовлетворил. Сейчас демонтаж оборудования временно приостановлен. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Вдвое снизить количество детских домов к 2018 году. Такая задача поставлена федеральным правительством. Уже сейчас, впервые в истории современной России, число детей-сирот в стране снизилось до 100 тысяч. В Самарской области ищут своих родителей 778 детей. Один из них – шестимесячный Кирилл. Герой программы Инессы Панченко «Право на маму». А улыбаемся, как мы. Вы бы видели, скажи. Сейчас мы немножко посмотрим на всех. Да. Как улыбается маленький Кирюша, непременно увидит любой, кто берет его на руки. Малыш необычайно жизнерадостный. Положительные эмоции у мальчика вызывает все, что происходит вокруг. Появление, например, красочной какой-то новой игрушки. Когда воспитатель подойдет, там няня, улыбнется ему, он тоже в ответ радостно улыбается, тянется. Когда кормишь его, он тоже радуется. На долю шестимесячного ребенка выпало уже немало испытаний. Кирилл родился с небольшим весом и слабым здоровьем. Почти с рождения его домом стало сиротское учреждение. Чтобы исправить косолапость, ножки мальчика долгое время находились в гипсе. Но на жизнелюбии Кирюши это не отразилось. Кирюша стойко ведет себя, когда накладывают шинки. Он не плачет, он уже привык. И он понимает, видимо, что это надо. И он относится к этому снисходительно. Раз положили ребенка в шинки, значит, надо так терпеть. И он терпит это вот. Делаем мы ему и инъекции различных препаратов. И он тоже терпит, не плачет, потому что знает, что надо лечиться. Начнет ли ходить Кирюша, и когда это случится, зависит не только от медиков. Еще больше это зависит от того, когда и каких родителей он сможет найти. Взять ребенка в семью не такая проблема. Гораздо сложнее сделать его счастливым. Инесса Панченко, Константин Головин. События. Вся страна, как один город. Выставка, посвященная архитектуре в СССР, открылась в Самаре. Проекты университетов, школ, больниц и жилых домов были рассчитаны на многократное применение. По ним строили одинаковые здания в разных городах. В том, что история, которая легла в основу фильма «Ирония судьбы», действительно могла случиться в любом советском городе, убедилась Алина Чемерес. Здесь показывают развязка автомобильная, здесь группа жилых домов, вот таких вот, однотипных, как бы таких модульных. План застройки территории Казанского авиационного института создан вручную. Тогда в 70-е чертили и раскрашивали без помощи компьютера. На выставке, посвященной архитектуре советских лет, проекты студии Мосфильма, реконструкции Сталинграда, озеленение парков – все из фондов Самарского архива. В советское время здесь хранилась научно-техническая документация всей страны. Если не знать, где расположены эти постройки, в каждом из этих домов многие могут узнать свой. Их строили в 60-е по типовому проекту по всему Советскому Союзу. На фото, например, виды Минска, но точно такие же дома есть и в Самаре. Стадион в Молотовском на Никировском районе Самары. Он так и не был построен. В архиве есть только фоторепродукция, сам проект не найден. Архивисты объездили весь район, но места, где предположительно мог бы располагаться этот стадион, не нашли. Документов с похожей судьбой немало. Школа номер 28 построена по экспериментальному проекту. Таких было всего три в стране. В ходе эксплуатации многое пришлось изменить. Она вытянута очень сильно в длину. Трехэтажное здание. Для нее специально была разработана мебель для таких школ. Во время эксплуатации выявилось очень много недостатков этих школ. Например, вогнутые доски, на которых неудобно было писать, использовать решины треугольники линейки. В целом, хотелось, конечно, поблагодарить устроителей выставки, организаторов за прекрасную возможность посмотреть на то, как создавались те, в целом-то остаются уникальные памятники, и больницы, и дома культуры, и стадионы. Они до сих пор живут, до сих пор действуют, поэтому очень интересно посмотреть. Выставка, посвященная архитектуре и градостроительству в СССР, проходит в рамках пятого историко-архивного форума. Познакомиться с проектами прошлых лет можно до 22 апреля. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События. Весна началась, природа постепенно пробуждается. А там, где природа, там и модерн. Именно в этом стиле используют цветочные мотивы. В Самарском музее модерна прошла ночь, посвященная этому направлению в искусстве. Юлия Черняева окунулась в атмосферу начала прошлого века. Ночными представлениями в музеях самарской публике уже не удивишь. Но в особняк Курлиной посетители всегда приходят с особым удовольствием. Ночь модерна собрала в этот поздний вечер не только истинных ценителей искусства и архитектуры, но и тех, кто с модерном пока мало знаком. Это как стиль искусства, который там связан с природой. Хотелось бы узнать побольше об этом стиле. Хотелось бы узнать еще, какие у нас здания есть. Может быть, не все знаю. Я просто очень люблю свой город и всегда интересно узнавать больше. О роли модерна в жизни города знает главный популяризатор этой эпохи – Илья Самаруков. После его лекции уже просвещенные слушатели активно отвечали на вопросы и заработали призы от музея. Просто самарец должен знать, что в Самаре стиль модерн развит, это его наследие городское. То есть это часть нашей культуры. И когда мы определяем, кто мы, например, я самарец. Самарец – это город де модерн. Да, город де модерн. Такая, собственно, у нас миссия. Мы все время об этом говорим. Завершилась ночь модерна показом балета на музыку великого французского композитора Мориса Равеля «Дафнис и Хлоя» в постановке Сергея Дягилева. Знаете ли вы, как отличить модерн от других стилей? Я теперь точно знаю. Ну, во-первых, этому стилю присущи антропоморфные формы, плавные линии, растительный орнамент. Это листья и цветы. В начале 20 века это было безумно популярно. Особня Курлиной ныне музей модерна в этом самом модерне на 100%. Если вы встанете на улице Красноарметька, напротив особняка, то на крыше увидите огромную кованую стрекозу. В доме есть лепнина. А если не приглядывались, то вот эти вот гигантские кованые ажурные ворота на самом деле настоящая бабочка. Юлия Черняева, Константин Головин. События. Переполох в Самарском зоопарке. Еноты забились в угол, лисицы беспокойно бегали по клетке. А все потому, что с самого утра лев-цезарь созывал гостей. Самарский царь зверей отпраздновал день рождения. 9 лет назад зверя самарцам подарил зоопарк Казани. Теперь цезарь всеобщий любимец. К поздравлениям присоединилась и Марианна Мирная. Мясо в клетку очень даже докладывают. При виде угощения со свечками именинник лев-цезарь немного проявляет агрессию и рычит. Несмотря на то, что живет в зоопарке, а не в Саванне, по праву остается царем зверей. Еще бы говорят сотрудники, цезарь единственный обитатель с такой гривой. К людям он привыкший, поэтому ни на кого не кидается. Докторов наших он не любит. Он же знает, что они либо уколы тут делают, либо еще что-то. На них он сразу кидается и убегает в будку. Цезаря привезли в Самарский зоопарк из Казани еще котенком в 2007 году. За это время его полюбили не только сами работники зоопарка, но и жители Самары. Сетуют, что невесту ему привезти пока нет возможности. Клетка для двоих будет маловато. Хотя цезарь, как зрелый мужчина, давно готов стать отцом. Как говорится, лучшая каша – это колбаса, а для короля зверей лучший торт – это курица. Сегодня лев-цезарь отмечает свой девятый день рождения. И телеканал «Самара ГИС» присоединяется к поздравлениям. Мариана Мирная, Сергей Баскин, Лев Цезарь. События. На этом наш выпуск завершен. Отличного вам настроения, хороших выходных. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok